Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Президент так само нагадал, что им были дадены даручения правоохолным органам об жорстким контроле за ходом уборочной кампании. Захаванность ураджаю – это питание харчовой безопасности краины. Страты недопушальные. Одночасово с уборкой громадских посевов президент даручил оказать необходную допомогу и приватному сектору, в том числе, если необходимо, фермерским господаркам. На первые от уборочной кампании Александр Лукашенко дал самые широкие полномодства старшиням Раевы Конкамал. Их решения до первого кастричника 2017 года, связанные с уборочной кампании, кончатковые и обскаржению не подлягают. До речи сегодня белорусские аграры переодолили миллионный рубеж на уборцы сборжевых. Про это свечыць оперативная информация Министерства сельской господарки и харчаванья. Амаль 400 тысяч тонн на рахунку хлеборобов Брестской в области. Каля 320 тысяч тонн собрана господарками нашего региона. У Гомельской в области убрана уже треть посевных площадь. У середням за одного гектара сбираюць каля 29 центнеров. Протягиваем выпуск. У Беларуси шмадзетным и молодым семьям дадено право отримливать держпатрымку при будовництве жилья. Это предугледжено указом номер 274, который сегодня подписал президент Александр Лукашенко. Документ предугледживает изменения указа номера 240 об державной поддержке граждан при будовництве реконструкции жилых помешканий. У ответственности с ним скористаться поддержкой державы на умовах указа номер 585 могут семьи, которые имеют потребность в обеспечении жильевых умов. А житовляясь в будовництве жилья и заключили для этих мед до 6 жюня 2017 года включены кредитные договоры. Маются на увазе коммерциейные не льготные кредиты. На это в целом по краю могут различать больше за 2800 молодых и каля 150 шмадзетных семьев. Горячая Будовля. Акция с такой назвой произошла сегодня у Гомеля. Представники службы социальной обороны и Шервоного Крыжа наведали Будовлю областной детячей больницы, как проверить выполнение правилов безопасности и створить сручные успехоты умовы працы. Под обязанностями Володы Ганна Ковалева. Гомельская областная детячая клиническая больница сегодня галовно-будовничий объект нашего региона. Установа должна принять пациентов, как могла худшей. К тому на усе работы было отведено два годы за месяц четырех. Как поспеть, будуют и в день, и в ночи. Узмену працуют больше за 200 человек. Процесс и делу любое надворье. Наводкали на градуснику плюс 36. Исходя из сегодняшней ситуации, например, из температурного режима, режим работы людей меняется в соответствии с температурой, в соответствии с режимом работы. Мы стараемся до повышения температуры производить работу на высоте. К примеру, работы на кровле производим до 10.00, с 7 до 10.00. Дальше люди переходят в подвальное помещение и выполняют работы по гидроизоляции. Кабацанец в оконании правилов Аховы працы, сюда пробыла мобильная группа. С этой же метой представники управления по праце и занятости социальной обороны Гарваканкама наведывали будовничий объект и минулым летом у самой Гарадши Перед. Увы, ни у первых, ни у других выпадков порушений не знали. Вы понимаете, если будут выявляться и выявляются, они должны немедленно устраняться, потому что это жизнь людей. Вот в частности на данном объекте, значит, люди обеспечивают не спецодежды, средствами защиты, потому что без соблюдения элементарных правил охраны труда работать здесь было бы очень тяжело. Сырод Мэтаурэйду не только проверить, а и подтримать людей. Для этого в состава мобильной группы так само вошли представники червоного крыжа, которые привезли бутылеванную воду и памятки с корыстной информацией. Усяху будовникам раздали больше за сотню бутылек и буклетов. С людьми провели профилактические гутерки, разповели, как не отримать тепловой удар и что делать, если побегнуть, как не удалось. Если все-таки случился тепловой удар, то тогда нужно человека переместить в прохладное место, снять с него лишнюю одежду, уложить в горизонтальное положение немножко, приподняв ноги, дать попить водички и сделать такие охлаждающие компрессы на область головы, груди, локтевых сгибов, колен. Вся эта информация есть, конечно, в наших информационных буклетах. Вы сами понимаете, у нас работа, и мы потеем как в жару, так и в холод. Лишь бы воды было, всегда под рукой бутылка воды. Очень хорошо, что есть поддержка. Мероприятие очень хорошее, это самое. Больше просветительской работы, конечно, надо производить с населением. Дорога, эта акция для селетнего лета не дебютная, когда на дворе дыктуя представники червоного крыжа выходят у працованные коллективы идти просто до прохожих, как раздать воду. Что тышится именно вето будовничных объектов, то только в областном центре. С початку лета таким же чинам социальной службы их проверено каля 36. Планы расписаны и на ближайшие два месяцы. Мониторинг планует провести литерально на усих будовлях. Ганна Ковалева, Михаил Рабко, Утеля, Радио, компания «Гомель». 65 субсиды отрымали с початку года же хары «Гомеля» для открытия властной справы. Гэта на 15 больше, чем у первой по угодзе 2016-го. Рамесной деянностью вырошили заняться 13 человек. Стольки ж будут оказывать послуги по грузоперевозках. 10 человек выбрали сферу гандлю. Далее идут цырульная справа, рамонт кватер и автомобилев. Замыкая спис уникальный пакуль вид деянности, одна субсида выделена для предоставления послуг, паденным в знаходжении с детьми. Даречи, помер безвыплатной допомоги перевышает 1000 долларов у эквиваленте. А кроме предоставления субсиды, во управлении по праце занятостей социальной обороны Гомельска-Гагарова-Канкама активно займаются перенавучанием специалистов. Дякуючи тесному взаимодействию с предприемствами и пошуку новых форм и способов працеулаткования, в опошний час колькасть беспрацовных скоротилась. Даречи, на Жневень у Гомеле запланованы три мини-кермаши вакансий. Их проведуть на базе управления по праце занятостей социальной обороны Гагарова-Канкама. Бережливо заховывать звездки обминулым и мкнуться у музея истории города Гомеля. Тут проходить акция «Живая книга памяти». Першопочатково тут сбирали успамины гомельчан, чьи родные у годы Великой Отчайной войны воевали на территории города над Сожем. Проект выкликау великую цикавость, и сегодня территориальных обмежаванья уже нема. Рассказать про героичный позвих своих близких могут же горы не только областного центра, але и иншых городов. Живую книгу памяти склали оповядания, фотосдымки и соправдные документы часов Великой Айчинной засобистых архивов. Семьи участников Великой Отечественной войны хранят и подшивки газет, где рассказываются о подвигах их родственников, хранят и документы, связанные с периодом Великой Отечественной войны. Например, вот здесь замечательная просто офицерская карта этого периода. Хранят и фотографии, которые они присылают и непосредственно в самих документах, и присылают в своих почтовых отправлениях. Неограниченные варианты поступления самой информации в эту акцию. Принять у делу акции можа кожны. Для этого необходимо отправить информацию по почте альбо присылать на электронный адрес мусхистеры собака тутбай. Можно и принести непосредственно в Музей истории города Гомеля. Материалы живой книги памяти представлены на сайте. Эти инши новины вы можете знайти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее у эфира «Спортивный огляд» с новинами в спорту. Вас познайомит Михаил Садовский.